Так, вот сверну, чтобы мне было удобно. Так, ну, начнем, пожалуй, с Flipgrid. Flipgrid, если зайти на первую страничку, ну, я думаю, что про регистрацию это все рассказывать не буду, да, нет смысла. Какие возможности есть у этого приложения? Итак, давайте выйдем просто на первую. Да, здесь вас попросят авторизоваться. И мой вам совет, если как бы вы с детьми работаете, а вы работаете с детьми, то нужно сделать так, чтобы у них у всех были Google аккаунты, либо корпоративные почты, ну, так как я понимаю, вы не в школе работаете, а в других организациях, то, скорее всего, у детей просто, ну, можно сделать Google аккаунты, чтобы они во все вот эти вот сети могли подключаться просто путем нажатием одной кнопки, то есть даже если они там будут не зарегистрированы. И мы попадаем сразу на вот такую вот рабочую поверхность, да, ну, где мы видим группы. Здесь у меня созданы классы, и последний мой мастер-класс тоже был для своих преподавателей в нашей школе. И мы тоже делали вот такую группу. Чтобы создать группу любого класса, просто нужно нажать «Группа», здесь добавить имя, выбрать там картинку, да, любую, здесь создать название, например, тестовая группа, и, в принципе, можно нажать уже кнопочку «Create». Но если у вас есть Google Classroom, которым очень удобно пользоваться, да, потому что он интегрируется вообще практически со всеми вот этими образовательными платформами, и мой вам совет, если вы еще там не работаете, тоже посмотрите, тоже изучите, потому что это очень классное приложение, которое вообще на всех, и на планшетах, и на телефонах, и на компьютерах все это работает чудесно. Нажимаем «Создать группу» и нажимаем «Continue», потому что я сейчас вот никого не добавляю, да. Ну, если вы нажмете кнопочку «Google Classroom», там можно прямо синхронизировать с классом, и все студенты будут добавлены автоматически. Здесь также можно добавить «Coleel» — это человек, который будет у вас вместе с вами вести эту группу, то есть второго преподавателя, если ему это нужно. Далее, что мы можем сделать? Чтобы пригласить студентов, мы можем просто дать им код, да, и, ну, тут можно посмотреть, как выглядит это со стороны студента. Ну, и, в принципе, здесь можно уже приступать к топикам. И вторая вкладочка здесь — это члены команды, которые здесь в этой группе. Ну, тут только я, потому что я как учитель здесь тоже буду добавлены. Так, ну вот здесь нам предлагают все-таки добавить команду, да, кто у нас там будет. Ну, и можно, в принципе, отправить по электронной почте приглашение, можно по юзер-мейму, если дети уже зарегистрированы были ранее. Либо, ну, давайте покажу, как это в Google Classroom работает. Вот, пожалуйста, просто выбираем любой, ну, например, вот этот. И нажимаем Update Book. Не буду сейчас это делать, потому что мне там, ну, дети присоединятся, это не нужно. В принципе, Flipgrid — очень классная платформа. Она первоначально была сделана для того, чтобы записывать видео. То есть у человека, ну, есть телефон, да, и мы, когда собираем какие-то видеоответы, видеофидбэки, то дети нам могут присылать свое видео. Я видео спрашиваю, как пересказы текстов, как разыграть диалог, как поставить какую-то сценку. И ребята, те, кто дружат, общаются, это можно делать и в классе. Они записывают себя на видео и, ну, соответственно, присылают это в очень такой интересной форме. Можно делать также какие-то проекты творческие. Ну, в первую очередь я спрашивала, когда была дистанционка, и когда мы ушли на карантин, они мне присылали пересказы текстов. Но, учитывая их хитроумность, да, и возможность списывать и считывать вообще откуда угодно все, у меня было одно единственное условие, чтобы они это делали с включенной камерой и с закрытыми глазами. Они могли закрывать рукой, они могли закрывать просто глаза, то есть потому что дети очень хитрые, и они находили миллион способов для того, чтобы нас всех обхитрить, но не вышло. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как тут разместить задание. Все очень просто. Нажимаем «Топик плюс». Здесь пишем задание. Например, можно написать дату, на которую это задание должно быть выполнено. ну, например, 13 декабря, и здесь пишем. Здесь можно, там, ну, там, как «Пампкин», например, про тыкву, да, какой-нибудь текст, и здесь мы пишем уже в описании, что вы хотите от детей. «Retell the text», «Found the book», «Page такая-то», «Page 12», да, ну, и так далее. Все. Дети получили задание. Сейчас, извините. Дети получили задание, и их задача в течение установленного вами времени, максимально это 10 минут, минимально это вот 40-15 секунд. Ну, я выставляю где-то 3 минутки, и то это много, и у ребят будет возможность сделать это именно вот в течение 3 минут. Время, опять-таки, можно здесь выставить, какое вам удобно. Далее. Здесь можно добавить картинку, можно также записать ваше видео, то есть если вы включите вот эту камеру, то у вас включится как раз-таки вот этот конструктор, с помощью которого вы, с помощью которого дети будут записывать для вас видео, и здесь можно выбрать различные опции. Ну, тут вот, ну, понятно, да, загрузить клип, только микрофон, можно отображение вот так поменять, выключить микрофон, записать экран и какие-то тут установки. Да, тут написано, какая веб-камера и какой микрофон включен по умолчанию. Можно применить эффекты, и мы, я это прям поддерживаю, я прям детям это показываю, рассказываю на уроке, что можно использовать, различные фильтры, то есть они могут поэкспериментировать со своими видео, им это доставляет удовольствие, особенно если это какой-то проект, можно вот какой-то текст написать там, все дело подвинуть, то есть у них получается прям такое видео, можно какой-то блог, можно там придумать какие-то новости провести, ну, то есть придумать название, то есть подписать все это дело, можно вот ручкой даже что-то написать. То есть вот в этих эффектах тут достаточно большое количество таких моментов. Можно выключить доску, и вы как бы можете вот здесь, отображая себя, например, в клеточку, так, как мы теперь вот это убрать ручкой, вот это вот так вот сейчас надерем, что-то не мешалось. Да, и здесь вы можете, ну, и свое лицо показать, и как бы что-то начать объяснять, например, той же самой ручкой, ну, там, 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 2 равно 4. Ну, это все зависит от вашей фантазии. И когда вы будете готовы начать записывать запись, да, стикеры, тут еще гифки. В общем, тут много всяких вариантов. Здесь вы можете поразвлекаться, посмотреть. Все достаточно просто. Рамочки, фотографии, гифки, то есть все для того, чтобы сделать ваше видео таким вот кетчей, да, привлекательным, и чтобы это было ярко и выразительно. Можно, кстати, вот туда еще бэкграунд сделать, например, вот так вот. Ну, как вы видите, не очень хорошо он убирает, поэтому, в принципе, это можно заблюрить просто, и не будет видно ваш фонд. В общем, это все на ваше усмотрение. Я это все показывала детям, потому что они должны понимать, как работает конструктор. Тут всего три кнопки. Ну, вообще, тут одна кнопка – это запись. После того, как я подготовила свой бэкграунд, да, я нажала вот эту кнопочку, и у меня пошла запись. То есть, в принципе, ничего ребенок делать не должен. Посмотрите, у меня 10 минут для того, чтобы дать объяснение к этому заданию. Я, например, говорю там, «Ребята, вам нужно открыть текст, условия, ваши глаза должны быть закрыты, текст должен быть пересказан так, как мы записывали его в тетрадь», и так далее, и тому подобное. То есть, вы прям четко все это рассказываете, ребенок включает, слушает эту запись потом. К грану, да, и она жала. Можно потом все переслушать, да, и, соответственно, у нас здесь это видео загружается к нам на задание само. То есть, это очень удобно, вам не нужно пользоваться сторонними какими-то приложениями. Это все бесплатно, и это все в образовательных целях очень-очень здорово для нас сделано. И, как вы видите, видео у нас прикрепляется к нашему заданию. Все, можно добавить только один, одну какую-то медиа, либо картинку, либо видео, либо там какие моменты были. Все эти моменты можно было добавить. И нажимаем «Save to book». Что еще можно сделать вот здесь, вот в description? Смотрите, здесь очень классная есть штука. Например, если мы пойдем в Яндекс или Гугл, «Text about pumpkin». Ну, вот нам нужен текст какой-то взять. И вот, в тринадцатом факт про pumpkin. И я хочу, чтобы мои дети прочитали этот текст. И на основе, например, этого текста сделали уже свой обзор или сделали свой пересказ или вынесли что-то, ну, что у вас там будет в задании. Я копирую ссылочку, иду назад в наш вейклит. И здесь я эту ссылочку сейчас вставлю. Ссылка. Ой. На русском пишу. Ссылка на статью. Так, я хочу, чтобы вот эту вот статью они у меня прочитали. Ссылочку я вставляю, нажимаю вот на этот вот значок и нажимаю «Insert to you». Все. У меня вот эта ссылочка становится активной. Ссылка на статью. Ну, и, соответственно, здесь «Read the article below». Чтобы увеличить там или чтобы расширить ваше знание. Все. Вот написали. И, соответственно, все у нас с вами готово. Все красиво. Нажали «Save». И все у нас вот в таком прекрасном виде отобразилось. А что мы дальше с этим заданием можем сделать? Мы можем его непосредственно отправить нашим учащимся. Ну, так как у нас нету «Members», да, ну, «Share» добавляем. Он нам предлагает поделиться, даже несмотря на то, что нет учащихся. Здесь можно просто сделать, смотрите, например, вы подготовили какое-то задание, хотите в классе вывести это все дело на экран. Просто нажимаем QR-код. Можно его скачать, можно просто вот таким вот образом вывести на экран. Если вы сейчас просканируете вот этот QR-код телефоном, то у вас откроется мое задание. Вот, давайте попробуем. Я просто вот так вот она должна хвататься. Да, хватается. И в телефоне у меня открывается задание. Сейчас посмотрю просто, нужна регистрация или нет. Скорее всего, нужна. Так, ну что, вот. Да, открываем задание. У меня все открылось, так как я зарегистрирована. Вот у меня 13 декабря. Это Мария Еременко. This isn't ready for sharing yet. Ask your group lead for more details. Да, вот это у меня, кстати, тоже отображается. И так. У нас почему-то это все не shared, да? Потому что мы еще не в группе. Вот я тоже. У них обновления произошли. Я сама немножечко не очень довольна. Раньше можно было по ссылке. Да, нужно добавляться. Поняла. Все. Ну, даже если вы сейчас зайдете и присоединитесь к моей группе вот по этому коду, то это будет все дело работать. Мы просто не будем сейчас время на это тратить, чтобы не тратить на это время. Так. Что тут еще замечательного? Ну, вот смотрите, обычно, да, такой вопрос. А что еще я могу сделать? Да. А где мне идеи брать? А где вообще? А как я это все могу использовать? Ну, не вот так вот как бы, да, просто. А может быть, что там где-то откуда-то позаимствовать. И тут есть прекрасная кнопка Discovery. И здесь учителя со всего света они выкладывают задания на любую тему, которая, в принципе, существует. Мы можем воспользоваться. Тут, наверное, есть поиск. Да. Ну, давайте про тыкву что-нибудь найдем. Pumpkin. И тут есть Halloween similars. Что-то. Similars какие-то. Так. Disguise your pumpkin. Ну, вот. Давайте вот такое посмотрим. И что нам тут предлагают? Вот. И смотрите, тут просто другой учитель, да, говорит, вот, что нужно сделать. Using draw and tell me for slides. Та-та-та. Используй рисовалку и расскажи про тыкву. Я так понимаю. В общем, ладно. Это вот такое задание. Можно вот, посмотрите, проект какой-то они делают. Check in with us and share your questions. What are you learning about pumpkins? И вот здесь подробно расписывается, что предстоит сделать в этом задании. То есть можно позаимствовать у других учителей вообще различные виды заданий. Тут вот даже 51 минута, да, требуется. И написано там, сколько раз использовано, как вырастить тыкву. Посмотри видео и расскажи по шагово, как вырастить тыкву, да, сначала, потом в конце. То есть вы можете позаимствовать идею вообще на все темы, опять-таки. А можете использовать это задание, просто нажав кнопочку «Add topic». Нажимаем «Add topic», «Add to your groups», выбираем нашу группу. Вот она у нас. И сохраняем группу. Go to my topics. Все. Это наши топики, а это наша группа. И вот в нашей группе вот появился наш, вот этот топик про тыкву. Мы можем его отредактировать, здесь нажав кнопочку «Карандашик». То есть у нас уже, в принципе, все готово, да, нам даже не нужно ничего делать. Что еще мы можем сделать? Здесь можно его share, поделиться. Но видите, он все равно настаивает на том, чтобы были люди, поэтому здесь мы поделиться не сможем. Здесь можно этот топик, например, вот вы отработали и хотите приучить своих детей вовремя сдавать работы. И говорите, что будет открыт этот топик до 5 часов вечера. Ну и, соответственно, вы можете его просто сделать. View only. То есть дети не смогут уже туда добавить видео, смогут только посмотреть работы других учащихся. Кстати, по поводу работ других учащихся. Сейчас вам покажу, как можно настраивать. Ну, давайте я вам покажу просто. Мои учителя, я делаю им тоже такой обзор, и мы делали «Расскажи свой любимый анекдот». Но так как у нас есть корпоративная почта, то я их присоединила просто путем добавления из группы, из Google Class. У нас там тоже есть Google Class для всяких фишечек. И вот они у нас, видите, все добавились. То есть все они, вот только эти преподаватели, 23 преподавателя, выложили свои анекдоты. Некоторые по два раза. И здесь некоторые, видите, спрятаны, а некоторые активны. Так вот, если я хочу, чтобы дети посмотрели чужое видео, то есть вот все эти люди, которые здесь сдали ответы, они могут зайти и увидеть, кто что рассказал. Но только если у вас кнопочка «Эктив». Если вы не хотите делиться, то вы нажимаете «Хидден», и все. И у вас получается, что это видео видите только вы. Ну, так как вот здесь вот было три просмотра, это я просто уже... Это я просто, вот видите, они рассказывали. Они не крутят. Заказаны. Ученики. Ну, вот как бы просто включали и также просто сдавали, просто сдавали вот как бы свое домашнее задание. По поводу Flipgrid, я думаю, наверное, здесь хватит. Да? Если будут вопросы, давайте тогда в конце уже вот этого моего выступления вы их зададите. Хорошо?